Слава и благодарение нашему Господу за то, что мы с вами еще в сегодняшнем дне имеем эту возможность обращаться к Господу и слышать Его Слово, которое нас обогащает и печали не приносит. И в каждом дне мы приходим к Господу, или не приходим к Господу, приходим к Господу, мы в сегодняшнем дне пришли в дом молитвы, в дом Божий. И мы пришли с разными мыслями, с разными характерами, с разными деяниями, но мы пришли к Богу. Может быть, кто-то пришел не к Богу. Задумайтесь о том, куда вы пришли, братья и сестры, друзья, то, куда идет в сегодняшнем дне. Несмотря на то, что мы приходим в дом Божий, порой мы идем просто в дом. Не в дом молитвы, не к Богу. Братья и сестры, перед нашей молитвой мы должны действительно задуматься, куда мы приходим, к чему мы приходим. И вы знаете, в Евреям 11 главе записан всем известный стих о вере. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы с вами все во что-то верим. Но как мы определяем с вами, во что верить? Если нам говорят с детства, что левая рука левая, правая рука правая, ну мы в это верим. Потому что мы их видим и нам надо как-то определять левая рука, правая рука. И мы верим в то, что видим. Но когда нам нужно поверить в то, чего мы никогда не видели, когда нам нужно поверить в нечто сверхъестественное, которое мы в данной жизни возможно не увидим, тут написаны такие слова. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Действительно, уверенность. Задайте себе вопрос, уверены ли вы в том, что Бог есть? Каждому нужно ответить на этот вопрос. Да, Бог есть. Но не каждый может на этот вопрос утвердительно ответить. Кто-то может сказать, что, ну да, был какой-то Иисус, Он ходил по земле, это был человек, историческая личность. Да, Он хорошо говорил Слово, возможно, Он какие-то чудеса творил, возможно. Но это был человек. Но нам нужно поверить в то, что Иисус Христос был действительно Бог. И вот с этого начинается вера. Об Иисусе Христе нам говорит и повествует Библия. То основание, в которое мы верим. И придя в церковь, мы начинаем верить в это основание. Если мы чему-то не верим в Библии, если для нас существуют какие-то книги в Библии или какие-то стихи в Библии, которые мы не доверяем, то мы не верим в Богу. Мы не верим в Бога, братья и сестры. Самое важное основание в нашей вере – это Слово Божие, которое Он оставил нам в назидание. В том, чтобы мы действительно понимали, что Бог есть. И чтобы мы были действительно, имели эту уверенность в невидимом. И чтобы мы имели эту веру. И эта вера дает нам возможность увидеть действительно Бога. Действительно настоящего Бога, который создал все, и посредством этого мы живем и существуем. В этой главе, если вы прочтете, то там описаны герои веры, по какой причине они верили, как они верили, что произошло благодаря их вере, чего они ожидали увидеть. Мы прочтем несколько стихов. Это шестой и десятый. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Чем воздает Бог ищущим? Чего мы, приходя к Богу, ищем? Бог богат всем. Он не имеет нужды. Порой мы приходим к Богу за средствами. Порой мы приходим к Богу за исцелением. Порой мы приходим к Богу за спасением. Мы по разным причинам приходим к Богу. И иногда можно услышать молитвы людей. Бог, если ты есть... Я не говорю, что это молитва совсем верующего человека. Это человек, который обращается к высшей силе какой-то. И он обращается и говорит, если ты Бог есть, то сделай мне так и так. Возможно, кто-то из вас так молился когда-то в начале становления своего пути. И Бог отвечает на молитвы. Отвечает на молитвы, и Он воздает ищущим Его. Порой дает исцеление. Порой дает возможность действительно понять, что Он есть. И человек очень часто отмахивается и говорит, это вот случайность. Это произошло, потому что вот друзья помогли. Нет, это не Бог вложил мысль друзьям помочь. Это произошло, потому что друзья увидели нужду. Или соседи. Или еще кто-то. И порой многие проявления Бога мы списываем на какие-то случайности. И теряют люди, и теряем мы порой веру. Мы не всегда верим, что это действительно произвел Бог. И десятый стих. Ибо Он ожидал города, имеющего основание, в котором художник и строитель Бог. Вы знаете, братья и сестры, каждый из нас, приходя к Богу и становясь верующим, стремится, наверное, стремится попасть к Нему, в Его обители, которые Он обещает. И вот тут описаны мужи веры, которые тоже стремились и желали попасть в Его город, которого художник и строитель Бог. Мы с вами все желаем попасть к Богу, чтобы действительно избавиться от нашего тленного тела, чтобы действительно избавиться от нашего греха, который Бог простил еще прежде нас. Бог дал эту возможность нам, благодаря нашей вере, если мы верим, то иметь прощение этого греха и иметь возможность быть с Ним на небесах. Вы знаете, порой, если смотреть эту главу, герои веры, герои веры, они такие же самые люди. И кто-то может сказать, ну вот они такие вот, их благословил Бог, и они вот такие вот верующие, сильные, и имели это вот благословение. В сегодняшнем дне мы даже, может быть, близко не стоим с ними. И мы, братья и сестры, мы верим в Бога. Мы такие же люди. И если вы посмотрите эту же главу, то в этой главе описаны люди, которые имели благословение на протяжении определенного времени жизни. И дальше там написано, что некоторых людей убивали, некоторые были растерзаны, некоторые были сожжены. Библия об этом говорит. Но они точно такими же были людьми, и точно такими же были героями веры. И если вы вспомните историю о Сидрахе, Месахе и Адинага, когда они стояли перед раскаленной печью, и когда царь повелел поклоняться перед Истуканом, то они не склонили свое сердце, не склонили свой разум, не склонили свои колени перед царем, перед идолом. И сказали в ответ царю по отношению к себе страшные слова. «Баба, царь, если ты нас бросишь в эту печь, то Бог нас избавит, а если не избавит, то в Его руке все». И Господь на тот момент избавил этих людей и показал и царю, что бывает с верующими, показал множеству народа, что бывает с верующими. Это было свидетельство, великое свидетельство. Тогда царь приказал, чтобы люди, гулящие Бога, израильтян или этих людей, были наказаны, изрублены в куски. Это страшное наказание. Но, братья и сестры, порой задавая вопрос самому себе или каждый из нас может себе этот вопрос задать, готовы ли мы совершать подвиги в вере. Вы знаете, легко совершать подвиги в вере, сидя на диване и ничего не делая. Легко. Но когда приходит действительно опасность, когда нам угрожает действительно смерть, тогда не каждый из нас я не говорю о себе, я даже не знаю, как я поступил бы в этой ситуации. Своей собственной силы во мне нет. Я своей собственной силой, наверное, не готов. Но, веря в Бога, с верой Божьей, возможно, да. Это экзамен каждому из нас. И точно так же эти люди, они сдавали свой экзамен. Мы с вами прочтем еще Деяние апостолов 3 главу, о, не 3, простите, 12 главу. И посмотрим о том, как действовали апостолы и как происходило просто на страницах Писания героические поступки. Герои веры жили и прославляли Бога. 12 глава Деяния святых апостолов. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата, Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятное Иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресников. И задержав его, посадил в темнице и приказал четырем четверицам, воинам, стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Братья и сестры, один из апостолов очень легко и непринужденно был взят и властью уменьшлен. И можно сказать, ну а где же Бог? этот апостол действовал, этот апостол был верен ему, но этот апостол верил своему Богу, нашему Богу. И давайте посмотрим историю Петра. Петр был взят в темницу и точно так же был уже на волоске. Его готовили к смерти. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражей у двери стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и света сиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее. И цепи упали с рук его. И ангел сказал ему, опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мной. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую сторожу, они прошли к железным воротам, ведущим город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились, тогда же Петр постучал постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем рода и узнав голос Петра от радости не отворила ворот, но бежав объявила, что Петр стоит у ворот, а те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, сказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, уведомки осем Иакова и братья, потом выйдя, пошел в другое место. по наступлении дня между воином сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ироджи, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Братья и сестры, что сделал Петр в ситуации здесь не описано, что он был в тюрьме, что он молился, что он обращался к Господу, но написана одна вещь. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Братья и сестры, они молились, они обращались к Богу. Они обращались к Богу, в Которого верили. К Богу сильному, к Богу великому и славному. не к Богу, Который был на земле и Который был человек, а к Богу, Который действительно создал все земное, небесное. И все, то, что есть на земле, он создал. И они обращались к этому Богу. И Бог, мы не можем сказать, что Бог не услышал эти молитвы. Здесь мы видим явный ответ, и Бог выводит Петра и приводит в город. И Петр пересказывает, что с ним произошло. Смотрите, одиннадцатый стих. тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Только тогда, когда вышел уже в город. До этого он думал, что это видение. Но Бог его вел, несмотря на то, что еще Петр вообще не понял, что с ним произошло. Бог его вел и вывел, даровал эту возможность засвидетельствовать людям, которые молились за него, что Бог отвечает на молитвы. И когда он уже стоял за стенами, но ему еще не отворили, порой мы точно так же с вами молимся и не всегда верим ответу Божьему. Петр стоит за стенами. Да нет, не может быть, это его дух, это не Петр. Но Петр усердно стучался и вышли, и увидели Петра. Братья и сестры, давайте мы с вами будем обращаться к нашему Богу великому, славному в молитвах и прежде всего благодарить за то, что Он спас нас и дарует эту возможность верить в Него и иметь эту возможность обращаться и молиться друг за другом. Аминь. Помолимся. Господи, Господи, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за то, что мы еще имеем возможность, Господи, слышать, видеть, идти, Господи, идти к Твоему дому, в дом Твой, насыщаться Словом Твоим, видеть себя в свете Твоего Слова, Господи, проверять свою веру, свое состояние сердца, Господь, Ты, Господи, видишь, что есть в нашей жизни угодное и угодное Тебе, благословляешь каждого из нас Твоим благословением, благословением, ведешь нас своей крепкой рукою, даруешь возможность вступать, Господи, по Твоим следам, поскольку Ты каждому из нас даруешь возможность услышать Твое Слово, и научиться от Него как идти за Тобой и только благодаря этой вере в невидимое то, что Ты есть, мы, Господи, здесь стоим и благодарим Тебя и хвалимся Твоей благодатью Тебе за все благодарение на место Твоего Иисуса Христа Аминь. Аминь. Аминь.